добрый день друзья как и обещал рассказываю сегодня о якутском инструменте и снимаем его спектр вот я вчера играл на органе николая степанова и кусков мастера у меня в коллекции два инструмента якутских мастеров сегодня будем снимать резонансный спектр еще раз повторяю повторюсь и а те кто не смотрел мои ролики предыдущие здесь мы снимаем видим значение в килогерцах до 21 килогерц идет график видно что мой голос где-то в нижних частотах резонирует вот на этом эта карта риза спектр это показывает резонанс значит минимальный минус 60 децибел максимальный 0 то есть обратная шкала тестировать будем сначала инструмент николая степанова вот и можно будет посмотреть на каких частотах он резонирует эта программа интересный удобно использование теме то делает инструменты кто играет на инструментах можно управлять голосом и видеть где идет преимущественный резонанс также сейчас включу цифровые значения цифровые значения можно будет видеть на какой частоте идет преимущественный резонанс вот и вы можете посмотреть их тембральный тембральный окрас тембральную картину то есть и темпы и призвуки которые излучают эти инструменты человек который на них играет начинаем с николая николаевича степанова а Продолжение следует... 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 болотного железа вот я бы кстати степановым димас демонстрировал варган который сделал из болотного железа из кусков болотного железа который нашел там на берегу какой-то реки или болото очень дорого продавал от варган но у меня его попробовал ничего выдающегося в общем-то в нем не было грязный звук достаточно потому что это все-таки мастерство изготовления инструментов вот в общем то в этом в этом весь и секрет и конечно тоже нужно обращать внимание на язык на язычок только происходит колебания как сведены кромки инструмента все это можно здесь протестировать в этой программе посмотреть и в общем то понять почему тот или иной инструмент не обладает нет неким благозвучием или уходит за рамки гармонических колебаний куда-то непонятную область и грязные грязные чисто грязные шумы появляются очень неприятные при игре вот такая программка дальше я буду продолжать тестировать ее своих своей коллекции следующий посмотрим мы еще раз потестируем более подробно сергей пыжо любимого мастера к изготовлению варганов очень хорошие инструменты с хорошим тембром бравы тембральной окраски очень гармонично все звучит потом литвинова посмотрим романова посмотрим алика степанова ну и так далее еще ряд инструментов там у меня есть василия когоценко тоже сдающегося автора дмитрия махциева которые делают очень красивые звучащие инструменты с ярким звуком вот все это можно будет посмотреть на этом графике протестируем оценим и значит данная программа у меня можно ее приобрести стоимость одна тысяча рублей присылаю исполнительный файл работает под android и любой коллекционер варганов или мастер может приобрести такую программу в принципе она ему будет помогать или в игре потому что можно так управлять частотами то есть видеть какая частота в данный момент резонирует на графике вот можно управлять игрой в органе вот а мастера можно в общем-то подгонять инструменты как я уже говорил под определенную гармонию то есть посмотреть слухом можно определить шум и вот график покажет это на какой частоте происходит шум вот и соответственно подгонным кромок кромок утяжелением язычка и и так далее можно в общем то прийти какому-то определенному консенсусу то есть сделать инструмент более гармоничным более хорошо звучащий вот это очень хорошо растет мастерство уже ты нарабатываешь навыки и знаешь в общем что делать с инструментом чтобы он хорошо звучал вот звучал гармонично на определенной ноте здесь можно протестировать частоту преимущественно резонанса и подогнать ее под определенную ноту очень удобно есть игра есть таблицы нот есть таблицы частот который соответствует данному тону вот и посмотреть насколько звук скажем так если определенные гармоники рядом то есть основной тон и плюс гармоники которые идут от него вот и где они начинают усиливаться резонировать что нужно убрать что нужно добавить чтобы вот этих паразитных резонансов не было где-то дополнительно потому что это дополнительный шум который в общем-то размывает основной тон то есть если вы играете какую-то мелодию вот эти все дополнительные какие-то паразитные шумы они вам совершенно ни к чему вам нужно локализовать четко вот этот тон определит и самый чтобы не было разброс частот не было вот этих вот гармоник или они были но они были не интенсивные вокруг тона основного потом все равно будет полоса идти но голосом в общем-то и манеры игры можно очень четко локализовать этот тон основной и в общем-то его поддерживать с помощью этой программы нарабатывая навыки игры вот у вас будет очень хороший чистый звук при игре на варгане и вы можете выводить какие-то интересные мелодии с помощью вот этой вот программы поэтому я рекомендую ее в общем-то у меня и у меня приобретать дополнительно к этой программе идут еще насадки вот которым с помощью которых можно регистрировать например электромагнитный шум вокруг вас то есть вы сидите за компьютером и вы можете промерить вредно ли ваше сидение или нет и насколько она вредна нет ли очень мощных с вами резонансных каких-то излучений и в общем-то ликвидировать то есть расставив определенным образом гаджеты которые могут скажем так друг на друга накладывать своим излучение результате вы будете сидеть фокусе вот этих излучений получать скажем так определенную долю вредности вот насадка стоит 10000 такая насадка я демонстрирую уже неоднократно вот она подключается звуковой тракт и вы можете анализировать частоты до 23 килогерц которые самые вредные частоты это до 700 герц мощные которые на наносит вред организму вот но еще надо смотреть на интенсивности если они максимально усилены по шкале это можно определить то соответственно принимаете срочно меры и интересно протестировать также вашу квартиру то есть где вы спите нет ли каких-то рядом излучений паразитных то есть вы не находитесь ли вы в облаке электромагнитного смога вот это может сказаться на вашем здоровье очень серьезно вот до того что будет возникать онкология все удивляются почему у них болезни потому что ваше место где вы спите где вы отдыхаете но в этом плане грязные также с помощью этого прибора я можно по косвенным характеристикам регистрировать и не электромагнитную компоненту это интересно тем кто занимается конструируем различных торсионных устройств генераторов вот можно с помощью нее тестировать различные торсионные усилители так называемые структурные усилители по косвенным то есть ставится какой-то эталонный излучатель вот можно поставить например плазменный шар трансформатор тесла и внутри значит откачаны шар виде колбы где откачан воздух и туда помещена какая-то какой-то инертный газ светящийся с помощью этой колбы в принципе можно тестировать различные структурные усилители вот показываю то есть вы подносите структурный усилитель колбе вот и у график вам показывает вот насколько изменилось излучение усилил если она или ослабилась то есть в этом плане можно набирать различные комплексы устройств которые будут выдавать определенные характеристики излучения вот это тоже очень полезно и можно определить например кто конструирует мощные торсионные устройства типа летающих тарелок вот можно определить зону безопасности нахождения в поле вот этих устройств чтобы вам не попасть под мощный торсионный поток который генерируется особенно опасен он в центре такого устройства где формируется вихрь вот и если вы находитесь в зоне этого вихря могут произвели произойти очень серьезные изменения вашем организме то есть идет разрушение клеток вот нарушение процессов внутри организма вот и это носит в общем-то длительный характер не может отразиться на всю вашу жизнь то есть вы можете испортить свое здоровье в результате таких необдуманных экспериментов и вот это устройство которое я вам демонстрирую но в общем-то при помощи щупов позволяет найти безопасное место куда где можно находиться при испытании таких устройств вот и не не входить в опасную зону я в общем то может произойти с вами несчастье вот такой рассказ о программе дальше я буду продолжать тестирование инструментов вот смотрите ролики до конца подписывайтесь на мой канал будет еще интересно интереснее голосуйте за ролики это в общем то даст возможность большему числу людей посмотреть их кому-то может быть понадобится мои устройства которые я демонстрирую практически в каждом ролике это в частности устройства которые позволяют защититься от различных бактериальных и вирусных инфекций и других заболеваний если при постоянном пользовании вот вам будет не опасно в общем-то находиться где-то в толпе людей не бояться заразиться теми же гриппом коронавирусом и другими инфекциями это уже проверено мы сейчас и тестируем эти устройства эпидемии она в общем-то позволяет провести масштабный эксперимент таких гаджетов и в общем-то выработать определенные скажем так характеристики прибора дальнейшем сделать его более эффективным и в общем-то распространять среди населения того чтобы уже вот таких вот вещей как происходит сегодня уже не повторялось таких больших масштабах с разрушением экономики и в общем-то всего остального на этом я заканчиваю все доброго всех благ до свидания